Юридические секреты. Все просто. Лето без гаджетов. Родители заняты, дети отдыхают. Звоните и спрашивайте. Телефон 8 950 25 45 350. Здравствуйте, уважаемые зрители. И с вами программа «Юридические секреты» и ее ведущие Антон Железнев и Наталья Чекалова. Друзья познаются в беде, а родственники во время раздела наследства. Очень часто имущественные отношения перевешивают семейные, и близкие люди вступают в борьбу за наследство. Тема сегодняшней программы – наследственные правоотношения. Мы расскажем о том, кому достанется наследство после смерти наследодателя. Регулированию наследственных отношений посвящена третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Различают два вида наследования – по завещанию и по закону. Наследование по завещанию осуществляется в случае, если оно написано. В остальных случаях осуществляется наследование по закону. По общему правилу завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Исключения мы рассматривать не будем. Каждое последующее завещание отменяет предыдущее в той части, в которой имеется противоречие. Если в завещании указывается только часть имущества, то оставшееся имущество наследуется по закону. Если заинтересованное лицо не согласно с завещанием, оно может оспорить его в судебном порядке по следующим основаниям. Во-первых, если завещание было написано под влиянием угрозы или обмана. Во-вторых, если завещание по своей форме или содержанию не соответствует требованиям закона. И в-третьих, наследодатель был не способен понимать значение своих действий во время составления завещания. Установить этот факт поможет посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Она будет исследовать медицинскую документацию умершего, а также показания свидетелей. В случае отмены завещания наследство будет делиться по закону. Наследники по закону вступают в наследство в порядке очередности, которое строго регламентировано гражданским законодательством. Порядок вступления в наследство вы можете видеть на рисунке. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его супруг или родители, иждивенцы, наследуют вне зависимости от содержания завещания. Не менее половины доли имущества, которое причиталось бы им по закону. Даже после смерти наследодателя, при отсутствии документального подтверждения, наследник может доказать, что являлся его родственником. Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение. В ходе рассмотрения дела будут исследоваться свидетельские показания, а также другие доказательства, которые могут подтвердить данный факт. Также может быть назначена ДНК-экспертиза, которая установит или опровергнет факт наличия родственной связи. Если факт родства будет установлен, заявитель будет включен в состав наследников. Что произойдет, если после принятия наследства обнаружатся другие наследники? Им необходимо будет в судебном порядке доказать, что пропуск срока по вступлению в наследство произошел по уважительной причине. Если суд восстановит срок, который составляет 6 месяцев, и признает причины уважительными, тогда взамен старых свидетельств о наследстве будут выданы новые. Люди часто задают вопрос, чем отличается завещание от дарения. В случае дарения имущество, по общему правилу, переходит в собственность еще при жизни дарителя. В случае завещания имущество переходит в собственность после смерти наследодателя. Какой именно способ перехода права собственности выбрать в той или иной ситуации, необходимо решать на семейном совете. Не стоит забывать, что помимо имущества наследодателя наследуются также долги. Однако размер взысканных долгов не может превышать стоимость полученного в наследство имущества. Для того, чтобы оценить стоимость наследства, необходимо обратиться к независимому эксперту. Поэтому до принятия наследства считайте экономическую целесообразность. Судебные дела по наследственным спорам всегда отнимают очень много времени и нервов. И не стоит забывать, что семья дороже любого имущества и любых денег. А вы смотрели программу «Юридические секреты» и с вами были ее ведущие Антон Железнев и Наталья Чекалова. Уважайте свои и чужие права. Увидимся с вами ровно через две недели. Субтитры подогнал «Симон»